Всем привет! В связи с отключением электричества каждый задумался, как себя обеспечить на 3, 4, 5, 8 часов хотя бы минимальным электричеством Минимальное электричество это хотя бы подключить интернет, ноутбук, заряжать телефоны и включить хоть какую-нибудь светодиодную, хотя бы не сильно яркую лампочку Генератор не решает проблему, например, в квартире это все сложно, дорого поэтому есть решение более простое и надежное Для этого нам понадобится два кирпича обычных, можно бэушных переноска и магнит любой, вот такой даже кусочек подойдет Эй, вы действительно поверили в такие сказки? Много сказок, конечно, в интернете, электричество из ничего, я не спорю, может что-то и работает но для обычного обывателя это сложно паяльники, микросхемы, это все, ну это не так просто, можно разобраться, я думаю, при желании но я думаю, там не получится такого там электричества, которое заявляют не буду очернять авторов, может кто-то что-то действительно предлагает дельное но мы пойдем по другому пути, более простому и доступному конечно, другие немножко понадобятся вещи сейчас покажу вот они, эти две вещи вот такой вот аккумулятор гелевый, 100 амперный и вот такой вот, называется инвертор это вещь, которая будет из аккумулятора 12 вольт переделывать в напряжении 220 вольт сейчас более подробно расскажу, пользуюсь этим уже 6 лет покупал, естественно, не для отключения электроэнергии а для вот этого вот насоса на отопление так как у меня закрытая система отопления и при отключениях света у меня может все-то закипеть и взорваться для предотвращения это все было приобретено теперь оно очень выручает, так как ребенок учится и нужен интернет всем мы подключаем все вот этой вот штучке этого аккумулятора при подключении насоса, он потребляет где-то примерно 60 ватт проводного интернета то есть интернетный блочок и роутер зарядки ноутбука, света вот такой вот светодиодной лампы и зарядки четырех телефонов хватает примерно на 10-12 часов раньше хватало, возможно, и больше но таких длительных отключений никогда не было это все прослужило уже 6 лет в котельной там где, конечно, дровяной котел, пыль и не очень, скажем так, стерильное помещение поэтому свой вид оно немножко утратило но это все работает безотказно и шикарно в квартире это все, конечно, будет все чистенько ну, как бы производитель рекомендует можно использовать в жилых помещениях так как гелевая батарея не выделяет никаких токсичных веществ ну, я считаю, что рисковать не надо если есть какой-нибудь балкон или какое-нибудь помещение где вы сильно не находитесь то лучше, наверное, поставить туда подключить это все сможет даже дошкольник здесь всего-навсего два провода которые крепятся на клеммы аккумуляторной батареи которые выходят вот с этого инвертора все помечено плюс и минус тут не спутаешь никак вот, есть вот такой вот монитор монитор показывает напряжение эта сторона зарядку аккумулятора и какое напряжение идет на этот инвертор а это, которое он выдает то есть вот у нас 219 вольт выходит с вот этой вот розетки вы в нее подключаете как в розетку в стене вы включаете при обычном, как бы, электричестве и включаете все, что вам надо все, что работает от 220 вольт заряжаете телефон и все теперь вот она всегда включена в сеть пока она в сети, она работает как стабилизатор аккумулятор у нас не задействован как только выключается электричество пропадает электричество в сети все, она переходит в режим забирает с аккумулятора электричество и передает на вот эту вот розетку 220 когда электричество снова включается она автоматически переходит на 220 с нашей сети электрической и начинает еще подзаряжать аккумулятор то есть она автоматически переключается еще как и подзарядка и выдает то, что у вас в эту розетку включено будет в моем случае, вот например, насос когда есть сеть, он работает от сети сеть отключается, он автоматически переходит и работает от аккумулятора 10-12 часов это батарея, вот эти все гаджеты и насос примерно держит даже с выключениями 3, 4, 6, там 8 часов этого всего будет хватать вы будете с интернетом, с минимальным электричеством всем спасибо, кто смотрел не забудьте поставить лайк, если понравилось видео пока вот в эту розетку включаем лампу пожалуйста, все работает все работает все работает